В этом году жители поселка Дорожников Теплый Ключ Тампонского района отмечают 75-летие со дня основания села. В рамках юбилея прошла третья научно-практическая конференция «Герлингерские чтения» с участием свыше 50 учащихся школ района. Подробности далее. В этом году жители поселка Дорожников Теплый Ключ Тампонского района отмечают 75-летие со дня основания села, в рамках которого состоялась третья научно-практическая конференция «Герлингерские чтения» с участием свыше 50 учащихся школ УЛУСа. Эрих Герлингер – бывший узник ГУЛАГа, главный инженер хандыгского управления дорог. Человек, по чьим проектам строились мостовые переходы и самая длинная северная автотрасса Колыма. Научные труды школьников по сложившейся традиции оценивались экспертами, руководителями и работниками предприятий села Теплый Ключ, дорожных предприятий ДЭП-133, Убердор-Колыма, а также аэропорта Хандыга, музей Магаданская трасса, представителями образовательных учреждений района. Было представлено семь секций – «Отчизны, верные сыны», «Дорогие мои земляки», «Моя историческая родина», «Экология, природа, безопасность», «Мой край родной» и «Предприятие района». «Моя историческая родина» открыла ряд интереснейших докладов. Учащаяся 11-го класса Теплоключевской средней школы Анастасия Сидорова исследовала проблему современной молодежи в своем настреге. По проблемам современной молодежи создать организацию, чтобы с этой организацией был лидер, и чтобы этот лидер собирал молодежь самых активных, самых позитивных таких. За шесть лет своего существования районная научно-практическая конференция «Герлингерские чтения» стала актуальным образовательным проектом в области изучения истории, культуры, экологии, края. Примечательно, что наряду с выпускниками свои силы пробуют ученики начальных классов. «Моя тема была «Мой дядя Гаврил Петрович первооткровать и куларского золота». В будущем тоже буду теперь изучать по папиной линии, и еще буду собирать информацию о моем дяде Гаврил Петровиче Ефимове». Уходит в прошлое еще одна научно-практическая конференция школьников «Герлингерские чтения», чтобы возродиться через три года очередным праздником для ее участников. Мария Винокорова, НВК Саха, Хандыга.